все мы с вами стоим в очередях кто-то ожидает очереди на посадку кто-то за шаурмой но что нас по-настоящему объединяет то что все мы стоим и кажется такая вот грустная тема хочется сразу взять и переключиться но не хочу об этом думать но на самом деле в любой момент может произойти что раз и те скажут твоя очередь проходи на выход и когда ты размышляешь об этом то я узнаю есть много видео там часто какие-то семинары там как не прожить свою жизнь впустую давайте в этом поговорим но когда я об этом думаю мне не возникают мысли как прожить жизнь как не прожить жизни впустую и у меня другой вопрос немножко появляется а во что вложить себя то есть вся твоя жизнь если посмотреть у тебя есть много разных сфер в твоей жизни и что по-настоящему важно и если мы с вами будем по-честному от приглядываться и детально рассматривать любую сферу нашей жизни то на самом деле мы придем к тому после после очень долгого такого рассуждения что может оказаться что любая сфера жизни может быть окажется скучной неинтересной и потеряет свой вкус как еда знаете если будешь только ради еды жить то конечном итоге в старости вкусовые рецепторы притупляются и ты уже не почувствуешь вкуса точно также если некоторые говорят вот самое важное друзья тусовка и так далее ну давайте мыслить логично вот школе даже до школы двор у тебя будут друзья во дворе прошло 10 20 30 лет с кем из двора люди сохраняют отношения очень мало людей то спустя там 20 30 лет остаются друзьями хотя в начале они видели весь каждый день каждый день гуляли если мы возьмем школу когда каждый день точно также в школе в университете в колледже когда мы учились и горели все термо будем каждую неделю встречаться потом 10 лет проходит уже не каждый год ты ходишь на встречи выпускников поэтому какую бы мы сферу не взяли к сожалению дружба нельзя сказать что вот всю жизнь можно вложить ради друзей хотя это важная сфера и друзья очень ценно но если мы возьмем творчество классно круто но если вложить всю жизнь в это потом раз ты например голос потерял ли как известный скалолаз потерял здоровье не можешь уже покорять вершины и что теперь делать ну здоровье некоторые фанаты такого здорового образа жизни это важно конечно но юмор в том что часто те люди которые заботятся очень сильно о своем здоровье столько-то там литров воды в день надо пить часто очень умирает от несчастного случая вот так что если я уже не беру роскошь какие-то вещи чтобы ради них жить в заме знаете есть такой такая история когда один азиат когда вышла только одна из первых моделей айфона продал почку да и все спустя 10 лет это же просто хлам а он инвалидный тоже не стоит этого есть также на духовные вещи духовные определенные до цели и если вот так вот посмотреть на людей которые вот пришли в церковь там они каждое воскресенье на всех собраниях посещают спустя 10 20 лет многие люди уже смотришь не каждое воскресенье ходят и уже не такие вдохновленные если мы говорим там про молитву тайную комнату люди опять же спустя годы уже смотришь они бы да это важно там молиться еще что-то по факту они уже не так много времени в этом проводит точно так же и читая священное писание опять же есть исключения есть разные периоды жизни часто и здесь происходит разочарование так что же совсем этим делать кто-то говорит подожди подожди михаил надо все расставить на свои места вот у нас есть вот например духовная жизнь это на первом месте там семья это на втором месте опять же семья если в нее вкладываться а если человек вот всю жизнь есть некоторые люди которые могут без семьи живут они что куда им всю свою жизнь вложить так он сложилась так судьба или они не хотят что теперь они куда им свою жизнь вложить вот там семья на втором месте дружба на третьем как-то сложно все становится но как там дети на втором тут а работа куда еще работают очень много сфер которые сюда не впихнул и это вот система она как-то никак не получается в 1 2 3 4 5 такой пьедестал до 1 2 у кого бронза у кого серебро кто у нас очень без медали остался и когда я в этом вот размышляю приходит только одна вещь то что священное писание говорит о том что бог он он полнота которая наполняет все во всем бог все во всем и когда чжик живет без бога он как будто бы во тьме а когда свет приходит а он освещает его это не означает что когда чек вот только вот в церкви вот только в тайной комнате бог с ним потому что те люди с которыми бог только вот в церкви ли в тайной комнате страшные люди но и что часто у них И дети не хотят следовать их путем, потому что они говорят, папа, мама в церкви на собрании, или когда не молятся одни, а в жизни совершенно другие. И поэтому я абсолютно убежден, что когда Бог приходит, все во всем полнота, наполняющий свет, он озаряет все сферы нашей жизни, и семью тоже, думаю, что-то не положили сюда. А вот и семью, и служение, и тайную комнату, все-все-все, и роскошь, он, знаете, как будто бы берет и помазывает, помазывает семью, помазывает служение, помазывает дружбу, помазывает какие-то увлечения. И Бог, он тогда все наполняет. И человек в дружбе реально меняется, человек в работе реально меняется, человек уже начинает не как для начальника работать, а как для Господа. Человек в творчестве меняется, и служение в церкви. Почему я здесь это отделяю? Это потому что множество примеров, когда, кажется, духовные люди шли, убивали, насиловали, крестовые походы совершали. И даже сейчас, если мы посмотрим, люди, которые как бы там посещают все собрания и так далее, не все из них вот прямо вот при общении виден свет Христа. Как будто бы они вроде молятся, они постятся, они читают Библию, они ходят в церковь, как будто бы света нет. Поэтому я и говорю, что Бог, когда приходит, Он все наполняет, полнота наполняющая все, все во всем. И на самом деле, когда приходит Бог, то свет этот, то все меняется. Вот смотрите, некоторые говорят, вот возвращаясь к нашему вопросу, а во что себя вложить или как не прожить жизнь впустую? Вот если у тебя есть творчество, ты поешь, ты даже можешь миллионные собирать, там, не знаю, бывают такие аудитории, наверное, не бывает, но хорошо, многотысячные аудитории, стадионы. И если в этом нету Бога, ну да, там сегодня хайп, сегодня круто, сегодня это популярно, люди ходят, слушают, смотрят, потом время проходит, ну как-то это неинтересно. Но когда реально Бог через человека действует, то даже как классики, ты спустя многие годы слушаешь, тебя это касается, как будто вот вечность прикоснулась к этому, и это осталось. Точно так же и дружба есть на нашей связи с людьми, есть вот люди, которые в нашей жизни были даже много времени, может мы с ними работаем, учимся, и они раз переехали или ушли к Господу, или не к Господу, не знаем мы, и потом ты как-то был человек, не был, ничего в твоей жизни не оставил, может быть какое-то разочарование. А бывает, что раз человек, он переехал или он ушел к нему же, постучалась в мир, сказала твоя очередь, и ты понимаешь, что ты вспоминаешь, этот человек остался в твоем сердце. Точно так же творчество, это творчество ты слушаешь, и ты вспоминаешь, это тебе продолжает касаться, да. И точно так же, когда приходит этот свет, то появляется смысл, человек приходит на собрание, и он не просто слушает какие-то умные слова, но реально через проповедующего, через послание в церкви, ты чувствуешь, как будто Бог тебя начинает касаться в тайную комнату, когда человек приходит помолиться. Реально он чувствует, как Бог в нем светит, и самое главное, через него, то есть происходит вот этот обмен, когда свет, когда Бог приходит в человека, и через него начинает во всех сферах светить, поэтому это очень важно, поэтому церковь, служение, тайная комната, пост, молитва, почему я это разделяю, потому что когда мы на небеса придем, там уже не будет как такой молитвы, там будут другие отношения с Богом, там не будет писания, это уже совершенно другое будет отношение с Богом, это дано нам для земной жизни, это тоже некоторая форма поклонения Богу, то есть когда идет прославление, люди поют псалмы в православной церкви такие, в католической такие, в протестантской такие, то есть в разных, разные люди по-разному Бога прославляют, это всего лишь форма, и важно, наполняет Бог эту форму, наполняет вот те люди, которые поют, там хор с инструментами, вот они просто поют, потому что так и надо, мы такие религиозные, или светчик из них светит, это очень-очень-очень важно, поэтому, когда вот с такой позиции мы смотрим на жизнь, когда без разницы миллионный зал тебя слушал, или только твоя семья из трех человек, то понимаете, если Бог был с тобой, если Он освещал твою жизнь, то даже если три человека всего лишь слушало твое творчество, но спустя многие годы эти люди, даже когда ты уйдешь на небеса, будут хранить воспоминания о том, как ты пел, и как это их касалось, потому что ты оставишь какой-то след в их жизни, именно у них будет трепет в сердце, точно так же в дружбе, точно так же в служении люди будут вспоминать то, что ты делал для них, точно так же во всех сферах, даже может быть в каких-то материальных вещах, там когда ты работал, когда ты реально в это что-то вкладывал в работу, и Бог был с тобой, то даже спустя годы реально плоды твоей работы, они останутся здесь, и я абсолютно убежден, что когда человек наполнен светом, что бы он ни делал, когда он переедет, уедет, уйдет на небо, то что-то невидимое, вечное останется здесь в воспоминаниях у людей на этой земле, потому что Священное Писание говорит о том, что невидимое, оно вечно, а видимое временно, все это уйдет, все уйдет, даже и земная церковь, и все, и дружба, и творчество, все это уйдет, но вечность вечная останется, и очень важно, чтобы когда мы с вами наполнены светом, даже когда смерть постучится, это вечное останется здесь, и еще один момент, я убежден, что когда мы, дождавшись своей очереди, уйдем на небеса, то, что касалось вот этих сфер, то, что свет озарял, какие сферы нашей жизни, все эти сферы, они каким-то образом и вместе с нами останутся в вечности, поэтому давайте будем наполняться светом и светить в этот мир. Субтитры сделал DimaTorzok